Аким города призвал поощрять граждан, посодействующих в раскрытии преступления. Это же как раз-таки один из факторов. Когда граждан не пойдет, будет помогать. Подумайте. Житель Шахтинска лишился руки на рабочем месте. Я тут без руки, я, как говорится, уже полноценный человек. В Караганде выбрали лучших работников, внесших вклад в развитие государственного языка. Мне очень отрадно, что Аким области вручают такие премии нам, молодым, и это дает нам большую надежду. Житель Шахтинска Андрей Шестопалов лишился руки на рабочем месте. Сейчас его жизни ничего не угрожает, однако нужен протез, который стоит около 4 миллионов тенге. Подробности в сюжете Николая Кравца. Я тут без руки, я, как говорится, уже полноценный человек. Андрей Шестопалов не может смириться с тем, что больше не сможет зарабатывать себе на жизнь. Молодой парень работает в компании «Апрель Кулагер», которая занимается производством колбасной продукции. Инцидент произошел в начале прошлой недели. Андрей, как обычно, находился на своем рабочем месте – за мясорубкой. Рукой он проталкивал мясо, и его затянуло под нож. В центральной больнице Шахтинска ему ампутировали руку. Андрей говорит, что трагедии можно было избежать. Выключатель от самой мясорубки находился слишком далеко. Между тем, врачи оценивают его состояние как стабильное. Травму получил пациент у нас на производстве. Рука его затянула в мясорубку промышленную. Учитывая тяжелое состояние, больной в экстренном порядке был взят в операционную, где прооперирован и произведена ампутация верхней трети правопредвлечья. Не может сдержать слезы бабушка Андрея. Лилия Новикова тоже когда-то потеряла ногу и знает, что это такое. Помочь внуку можно, но для этого нужны большие деньги. У нас сейчас одна надежда, чтобы мальчику протез раздобыть. Он стоит 4 миллиона. Денег таких нет, хоть кто-нибудь бы помог. У него вся жизнь впереди, он не сможет даже обнять свою любимую дебушку. У него руки нет. Поможет ли бывший работодатель компании «Апрель Кулагер» – неизвестно. Получить комментарий, к сожалению, нам не удалось. Директора не было на рабочем месте. Как говорит сестра пострадавшего парня, Андрей на этом производстве раньше был разнорабочим. Спустя время его поставили работать около мясорубки. Я единственное людей призываю, которые не оставайтесь равнодушными. Если мы так и будем молчать, так и будет продолжаться, не создаваться условия труда, и будете и вы работать в таких условиях. И с вами, и с вашими родственниками может произойти то же самое. Николай Кровец, Жаслана Мандыков, Асхат Эбидулов. Первый карагандинский. Караганда снова показала готовность к зиме. Аким области повторно проверил снегоуборочную технику. На этот раз то, чем богаты, продемонстрировали сразу 10 коммунальных предприятий. Всего было выставлено 160 единиц от Караганды и организации республиканского подчинения. Это автогрейдеры, тракторы, бульдозеры, погрузчики и другая техника. В настоящее время на дорогах области готовы к работе 482 единицы снегоочистительной техники. В настоящее время подрядчики запасаются противогололедными и горюче-смазочными материалами. На сегодняшний день техника вся выведена. Работники все одеты в зимнюю одежду вплоть до обуви. То есть мы готовы. Необычная выставка открылась в Карагандинском областном музее изобразительного искусства. Ее назвали «Краски жизни зависят от тебя». Организаторами ее стали сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом, Департамента внутренних дел области и студенты Карагандинского государственного университета имени Букетова. Студенты факультета изобразительных искусств Карагату имени Букетова живо откликнулись на предложение УБНщиков организовать выставку по проблемам наркомании. В городе довольно часто проходят самые разнообразные выставки творческой молодежи. Но в подобной акции выразить фантазийность своей мысли довольно сложно. Но гражданскую позицию молодые художники восприняли всей душой. Наркотикам самое яростное нет. Здоровая нация – залог будущего. Это лейтмотив каждого произведения, представленного на выставке. Талантливо, ярко молодежь доказывает, что мир без наркотиков чудесен и разнообразен. Каждый день приносит новые краски, новые эмоции. Необычные сюжеты картин направлены на борьбу с наркоманией. Это способ самовыражения подрастающего поколения. Это действенное, это необходимо проводить. Я еще раз повторюсь, люди должны знать об этом, что есть такая проблема, зависимость от наркотиков. И что выработать образ жизни, такое мнение, чтобы не употреблять эти наркотики. Формы убеждения бывают разные. В своих картинах молодые художники обращаются прежде всего к сверстникам и говорят с ними на одном языке. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Найти светлый и красивый бутик – не проблема. Найти просторный офис для бизнеса – не вопрос. Найти большой и надежный склад – нет проблем. Все это здесь, в новом торговом доме «Тумар». Мы предлагаем мясные продукты, рыбу, овощи, фрукты, канцелярские товары, посуду, моющие средства, сувениры и многое другое. И еще у нас большая удобная парковка, домашняя кухня, где можно быстро и недорого перекусить. Торговый дом «Тумар» – это ваш талисман удачи. Мы находимся по адресу улица Молокова, 108. Аким города призвал поощрять граждан, посодействовавших в раскрытии преступлений. Сегодня полицейские и чиновники отчитались о работе по охране общественного порядка и борьбе с преступностью в Караганде за последние 9 месяцев. «Знать мы должны лицо преступника, места преступлений, где у нас совершаются, и какие меры мы должны понимать». Карагандинские полицейские отчитались. В городе растет число общеуголовных преступлений, но с небольшой поправкой. Это потому, что регистрируют правоохранительные органы все, без исключения заявления и сообщения о преступлениях. «К примеру, по фактам обращения действий по утере документов, уголовные дела возбуждаются как хищение документов. По фактам причинения легкого вреда здоровью, как хулиганство, где имеет место гражданское правоотношение по мошенничеству. В последствии при установлении отсутствия состава преступления принимается профессиональное решение по прекращению уголовного дела». Между тем, ведется активная работа по профилактике правонарушений. Представители правопорядка рассказали, проводятся сходы с населением, рейды по неблагополучным семьям, для детей проводят лекции и беседы. А сейчас в городе планируют установить еще 50 видеокамер наружного наблюдения. Пока решают, где. Глава города поручил УВД в 10-дневный срок провести анализ, в каких местах они будут эффективнее. Понятно же, где, да, происходят? Вот, пацаны, вот эти. Отметим, что и обычные граждане включаются в борьбу с преступностью. Созданы общественные формирования из числа студентов, общественников, старших по дому и просто неравнодушных горожан. С помощью таких органов в этом году раскрыто 14 преступлений и 400 правонарушений. Этих активистов, кстати, поощряет. А кем призвал активизировать эту работу? На вознаграждения власти готовы даже выделять больше денег из местного бюджета. Это же как раз-таки один из факторов, когда граждане пойдут и будут помогать. Подумайте. Кстати, создана и добровольная народная дружина, члены которой тоже активно помогают правоохранительным органам. Но в работе таких объединений есть одно «но». Имеется ряд вопросов в обеспечении, то есть отсутствуют действующие законодательства нормы защиты этих граждан. То есть на сегодняшний день нами тоже подготавливаются предложения, где будут относиться соответствующие изменения действующих законодательства, путем защиты общественных формирований. Вручается активизировать совместную работу в Киевом районах, совместную работу с УВД, усилить работу Совета общественности, добровольных народных дружин УВД города, криминогенные ситуации держать на контроле. Потери электроэнергии только за сентябрь этого года в электросетях Казбикбийского района Караганды по подсчетам специалистов составили около 7 миллионов киловатт-часов. Еженедельно по четвергам сотрудники Караганды-Жары проводят рейды по улицам города, уделяя особое внимание частному сектору. Именно там чаще всего и уходит электричество в неизвестном направлении. В этом рейде было намечено обойти улицы Бадина и Катюбинского. Здесь не так давно были заменены опоры и несущие провода. Теперь ток потребителям поступает по самоизолированному кабелю, что снижает потери и исключает возможность самовольного подключения. Но оплата за оказываемую услугу не всеми выполняется. Кабель идет, минуя счетчик. Минуя счетчик. Вот счетчик остается. А этот кабель идет отдельно и сразу идет на задний. Оказывается, сложно доказать очевидное. Службой сбыта ежемесячно составляются баланс и отслеживаются потери. На сегодня в Казыбибийском районе Караганды потери составляют около 23%. В странах Евросоюза таких потерь не больше 6%. Еженедельная служба сбыток ИВРС совместно с Караганды ЖИУ «Сбыт». По четвергам мы выезжаем, производим отключение таких абонентов. Сумма задолженности у них составляет от 30, 50, 30, 50 и более тысяч тенге. Согласно инновационной программе, ТО «Караганды Жарык» занимается реконструкцией и модернизацией своих активов, проводя политику тариф в обмен на инвестиции. Уже сделано немало. Строятся подстанции, обновляются воздушные линии, ставятся коммерческие приборы учета. Все это делается с единственной целью – снизить потери электроэнергии и донести до потребителя качественную услугу. А тут простое воровство. Самовольное подключение может свести на нет все усилия. Можно же пойти цивилизованным путем, если нет средств, чтобы оплатить возникшую задолженность. Надо согласовать свои действия с компанией «Караганды ЖИЛУ «Сбыт»» – просто написать гарантийное письмо. Если сумма задолженности составляет большой объем, потребитель сразу не может выплатить деньги. Он может под гарантийное письмо и оплачивать сумму частями. Сверхнормативные потери от реального поступления в энергосеть «Караганды Жарык» электричества с каждым годом уменьшаются. И эту тенденцию уже никто не сможет остановить. Для этого существуют законные рычаги от штрафов до полного отключения электричества нечестному абоненту. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В Караганде выбрали лучших работников, внесших вклад в развитие государственного языка. Накануне состоялось вручение премии Акима области победителям конкурса «Толь Жана Шаре». Среди лауреатов конкурса и корреспонденты Первого Карагандинского. В конкурсе участвовали работники различных учреждений, госслужащие, журналисты и студенческая молодежь. Выбирали победителей в 10 номинациях. Все они внесли свой вклад в развитие государственного языка. Лучших отметили дипломами и премиями в размере 250 тысяч тенге. Ербол Сармузин, преподаватель казахского языка, стал лучшим в номинации за вклад в развитие государственного языка среди молодежи. Молодой учитель вместе со сверстниками принимал участие в проекте по изучению родного языка на одном из телеканалов региона. Мне очень отравлено, что Аким области вручают такие премии нам, молодым, и это дает нам большую надежду и хороший темп в нашей работе. Среди лауреатов и журналистов автор и ведущая программы «Добыл» на телеканале Первый Карагандинский. Жазира Есипхан. Ее проект по пропаганде казахского языка отметили в номинации «Лучшая передача». Праздничное мероприятие продолжилось выступлением танцевальных, народных ансамблей, а также звезд казахстанской эстрады. Алина Акбаева, Лжаз Габасов, Касхат Абидулов, Первый Карагандинский. Сказочная выставка из Индии пополнилась новыми товарами. Обновление ассортимента состоялось накануне. Чем еще будет удивлять страна Махараджи, смотрите в следующем сюжете. Сказочная выставка из Индии не перестает удивлять горожан. На этот раз она привезла с собой многочисленные сувениры, изделия ручной работы и драгоценные камни. Сказочная выставка приезжает из Дели в Караганду уже четвертый раз. За это время горожане успели полностью изучить индийскую культуру. Сказочной выставкой называют, потому что ассортимент здесь весь с необычным индийским колоритом. У нас большинство, вы знаете, как наши, которые люди товар отправляют, они тот, который сами делает товар. Источники товара – это самый корень. Поэтому вот это у нас самый большой, это как крышка, можно сказать. Помимо сувениров и изделий ручной работы, на выставке карагандинцы смогут приобрести украшения от известных индийских дизайнеров и просто драгоценные камни, приносящие удачу и счастье. Они, кстати, несут в себе и лечебные свойства. Разноцветные палантины, 10-метровые яркие сари, туники, сумки ручной работы и многое другое. Продавцы-консультанты помогут выбрать нужный размер и цвет. Глядя на непрерывный поток покупателей, можно сказать, что выставка горожанам пришлась по душе. Нормально, хорошо. Вот, отлично. Замечательно. Очень нравится. Я уже не первый раз, почти каждый день прихожу. Ну, интересно просто посмотреть на индийскую культуру. Приятные цены, хорошее качество и большой ассортимент товара будет радовать горожан до 10 ноября в торговом доме Плаза, то на 45-м квартале. Не нужно забывать, что впереди праздники. Оригинальные подарки со вкусом можно найти здесь, на сказочной выставке. Амина Смакова, Габиден Гуржбеков, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Алюгал. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости первого Карагандинского. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.